теперь думаю вы уже догадались что нам нужно сделать нам необходимо просто этот раздел размножить у нас их всего четыре штуки поэтому мы их здесь просто дублируем здесь мы можем сразу поменять на два три четыре отсюда экспортировать все эти иконки то есть мы выбираем иконку как видите выбрался вот этот эллипс но нам нужно выбрать всю группу вот здесь слева чтобы выделить все содержимое этой иконки нажимаем правой кнопкой копировать svg если вы не хотите эту иконку оптимизировать то вы сразу можете создать здесь icon 2 svg и вставить этот код из буфера обмена в принципе это уже будет работать если вы вот здесь подключаете icon 2 то у вас уже эта иконка появляется но я рекомендую все-таки не полениться уделить здесь буквально несколько дополнительных секунд ставить этот код сначала вот сюда а уже потом скопировать его уже оптимизированную версию и добавить вот сюда буквально вот такую вот одну строку кода и таким образом мы проделываем эти манипуляции со всеми остальными иконками мы выбираем иконку снова копируем svg здесь в меню нажимаем вставить вставляем у нас происходит автоматическая оптимизация данной иконки сразу же можем ее скопировать создаем здесь icon 3 svg и вставляем эту иконку и давайте еще раз это сделаем для 4 иконки выберем иконку копируем вставляем и можно здесь для разнообразия вот так вот скачать с помощью этой кнопки как вы видите она качается у нас просто в загрузке нам необходимо ее и загрузок вырезать и переместить вот сюда и переименовать в icon 4 как будете пользоваться вы решайте сами загружать эту иконку или же копировать ее и просто создавать здесь пустой файл и там размещать этот код разницы нет как вы видите получается в результате у нас тоже самое и здесь сейчас у нас все четыре иконки на странице отображаются остается только подкорректировать вот этот заголовок и текст под каждый элемент а также рекомендую данный заголовок использовать вот здесь в качестве атрибута alt для изображения в таком случае если вдруг изображение не прогрузится по какой-то причине будет отображаться вот этот текст который будет соответствовать заголовку и будет хотя бы как-то понятно что здесь должно было быть за изображением поэтому мы сейчас это все переносим вот отсюда с макета выделяем элемент копируем текст и переносим его вот сюда и у нас получается вот такой вот html код если мы на него взглянем полностью целиком то мы видим все что мы здесь сейчас написали около 30 строк кода это разметка первого раздела дальше мы будем это все оформлять на css пока что это выглядит не совсем так как у нас на макете но с помощью css мы придадим этому всему соответствующий внешний вид и у нас все будет корректно отображаться также у вас возможно уже возник вопрос в чем отличие при подключении svg таким вот образом с помощью тега и fg и с помощью вставки svg кода прямо в html первое самое очевидное это то что svg занимает много места в html и лучше вставлять его вот в таком оптимизированном виде хотя бы если вы решили это сделать именно так то и сделать это вот таким образом чтобы этот код занимал достаточно мало места и в html у нас все было красиво аккуратно и удобно читаемо это первая такая не самая важная причина почему мы делаем именно так и mg второе отличие между тегом и mg и svg заключается в том что и mg у нас просто статическое изображение да мы подключаем векторную картинку она у нас векторная то есть мы можем масштабировать сайт как хотим ее качество не ухудшится в отличие от того что если бы это была растровая картинка давайте сейчас вам наглядно продемонстрирую возьмем эту иконку выйдем сейчас из режима разработчика перейдем на вкладку дизайн и нажмем здесь экспорт плюсик 1x png и нажмем экспорт сохраню эту картинку в формате png это растровый формат и давайте вставим здесь рядом с ней эту картинку в растровом формате то есть мы видим вот здесь данную иконку по моему я скопировал только ellipse давайте еще раз это сделаем действительно здесь по дефолту как раз таки выбрался ellipse то о чем я вам говорил нужно выбрать вот эту группу чтобы выбрать всю иконку еще раз экспортирую и заменю предыдущий вариант и сейчас вы видите что у нас две одинаковые иконки одинакового размера но вот это справа это растровая иконка это как раз таки то что мы подключили сейчас с помощью icon 1 png а слева у нас svg иконка она векторная поэтому при масштабировании у нас качество не портится это все выполнено с помощью примитивов с помощью эллипсов прямоугольников линий и поэтому в svg формате вот здесь как раз таки это все описывается различные координаты линии радиусы заливка обводка и многие другие параметры и такая вот векторная иконка описанная с помощью svg она у нас масштабируется и не теряет качество когда мы подключаем через и mg svg она также остается векторный график и то есть она не превращается в этот момент растровую картинку и все у нас корректно работает но разница в том что с тегом и mg вы не можете работать в css вы не можете поменять этой иконке например цвет ее обводки или что-то еще а если у вас используется вот такая вот иконка в формате svg то вы можете ее стилизовать через css есть специальные возможности об этом вы можете подробнее почитать в интернете и вы можете менять например заливку или какие-то другие параметры с помощью css это все можно даже анимировать и по факту у вас будет иконка которая будет анимироваться через css с помощью mg если вы подключите иконку вы так сделать не сможете вот это одно из самых важных отличий между подключением через svg и через mg в данном случае нам не нужно будет через css эти иконки как-то менять анимировать или делать с ними еще что-то поэтому я их подключают через mg и в таком случае у меня нет никаких минусов то есть я ничем не жертву в данном случае это абсолютно приемлемо поэтому я надеюсь вы понимаете в чем здесь отличие между подключением через mg и через svg и почему мы выбрали именно этот вариант давайте вернем здесь масштаб на сто процентов и также есть еще третий вариант здесь можно использовать тег object внутри него можно указывать и mg а сам путь указывать к svg картинки в таком случае тоже можно будет использовать css для изменения этой иконки но если вдруг она не прогрузится векторная то она будет отображаться растровая об этом вы также можете подробнее почитать в интернете если вы поищите какие-то статьи по этому поводу то можно найти например еще такой способ подключения через css в background image мы можем просто указать путь картинки svg и это такой же способ как и mg просто через css поэтому это также нельзя будет редактировать в дальнейшем а еще есть способ через тег object как раз таки как я и говорил чуть ранее но вот наглядный пример вы можете посмотреть как это можно использовать подробнее также можете самостоятельно почитать в этих статьях ссылки я оставлю а также ссылку на сервис для оптимизации иконок также я оставлю под этим уроком и вы сможете всем этим пользоваться ознакомиться с дополнительными возможностями и использовать тот вариант подключение иконок который вам будет более удобен и эффективен в данной ситуации ситуации могут быть разные поэтому в разных ситуациях в разных макетах вы будете выбирать тот метод подключения который будет более подходить именно вам но свою точку зрения и свой выбор в данной ситуации я вам объяснил и постарался дополнительно подробно дать много информации про svg иконки про то как их экспортировать отсюда правильно как их подключать как их оптимизировать и какие есть способы подключения и отличия между ними надеюсь данная информация также была полезна хотя конечно это сейчас не самая важная и главная тема в данном уроке тем не менее мы остановились на ней на некоторое время а теперь продолжим работать с макетом нам необходимо оформить css стиле для этого раздела и сделать все так чтобы соответствовало нашему макету